Я приветствую всех жителей Самары Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Территория права». Ну и традиционно на ваши вопросы отвечает сегодня нотариус города Самары Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире и принимаем вопросы и звонки от вас, уважаемые телезрители. Если у вас есть вопросы по наследству, по брачному договору, по завещанию, возможно, по дарению, то сегодня, сейчас, в течение 30 минут, вы можете задать вопрос. Мои сегодняшние гости, как я уже сказала, нотариус города Самары Ирина Николаевна Богатырева. Ну и, конечно, мы отвечаем на вопросы ваши, которые вы к нам присылаете в редакцию. Вот первый вопрос, Ирина Николаевна, собственник квартиры умер, но есть два наследника, сын и дочь. Оба пенсионера, квартира завещана дочери. Вот на что в этом случае может претендовать сын? И благодарят вас за ответ. В данной ситуации необходимо обратиться к такой норме, как обязательная доля в наследстве. То есть независимо от того, что оставлено завещание, мы уже неоднократно про это говорили в передачах, есть такое положение, как обязательная доля в наследстве. То есть кто имеет право на обязательную долю? Это, мы говорим, допустим, о детях, несовершеннолетние, нетрудоспособные. Кто относится к нетрудоспособным? Это лица, достигшие мужчины 60 лет, женщины 55, либо инвалиды любой из групп, в том числе иждивенцы. Так как здесь из вопроса видно, что брат, сын является пенсионером, естественно, он имеет право на обязательную долю. В законе указано, что обязательная доля составляет половину от того, что полагалось бы по закону. То есть если бы не было завещания, данная квартира была бы разделена пополам каждому, по одной, второй. Если есть завещание, соответственно, его доля будет половина от того, что полагалось по закону, то есть одна четвертая. Но хочу сделать маленькое, скажем так, такое добавление. Ведь дело в том, что если есть другое незавещенное имущество, тогда будет обязательно доля рассчитываться, исходя из стоимости всего имущества, а не только завещанного, тогда, соответственно, доля будет рассчитываться уже сначала стоимость незавещенного имущества. Если его будет не хватать, тогда будет обращено взыскание уже и на квартиру. Если только речь идет об одной квартире, только у имущества нет, тогда, как я уже сказала, это будет одна четвертая доля. Ирина Николаевна, впоследствии завещание это понятно. И понятно, что принадлежать будут доли, да, вот согласно так, как вы сказали. Ну а как впоследствии делить вот такое имущество, когда есть у одного человека маленькая-маленькая долька? Ее же нужно как-то выделить, впоследствии распорядиться. Ну здесь зависит от того, давайте сходить, какая это квартира. Конечно, если квартира позволяет определить порядок пользования, можно выделить отдельную комнату. Это, скажем так, у нас один разговор. Если это квартира однокомнатная, там где, скажем так, делить нечего, то здесь, опять же, закон говорит о том, что если наследник пользовался этим имуществом, он просто проживал, и нет другого места для проживания, он имеет право, скажем так, на преимущественное пользование этой квартирой и выкуп. То есть тогда, соответственно, у кого доля маленькая, должен будет продавать тому, кто пользуется и живет в этой квартире. Если это имущество, которое они получили дополнительно, то есть есть у него свое место для проживания, но люди как договариваются, продают это имущество, делят деньги. Ну это уже зависит от отношений между собой. Спасибо. В 202.11.22 мы работаем в прямом эфире. Это программа «Территория права». Дозванивайте, уважаемые телезрители, и задавайте, пожалуйста, свои вопросы в рамках, конечно, нотариального дела. 202.11.22. Следующий вопрос. Умерла жена совместных детей нет. А у жены есть дочь, родной брат и мама. Во время брака мы купили квартиру. Вот что принадлежит мне, что ее дочерь, брат и маме, дочь и мама проживают отдельно. Зарегистрированы по этому адресу только я и мой отец. Если имущество приобретено в период брака, то есть квартиру мы видим, приобретен в период брака, это является совместным имуществом. То есть, соответственно, при оформлении наследства пережившему супругу будет выделяться доля его, как пережившего супруга, составляет она одну-вторую долю от этой квартиры. Соответственно, состав наследства будет входить вторая половина квартиры. Наследником первой очереди являются дети, супруги и родители. То есть ее сестронька в отношении к этой квартире, к наследству, не имеет в данной ситуации. Поэтому здесь мы с вами определяем, каким образом. Одна вторая доля – это будет доля пережившего супруга. Одна вторая доля входит в состав наследства, будет делиться в равных долях между супругом, отцом и дочерью. Дочь, по-моему, там, да? Родной брат и мама. Родной брат и мама в данной ситуации… Прошу прощения. Там не сестра, да. Не сестра, да. Да, да, да. Тогда в данной ситуации будет делиться одна вторая доля, оставшаяся между супругом, матерью и дочерью. Дочерью, соответственно. Спасибо. Подскажите, вот тетка завещала свою квартиру племянницей, а детей у нее нет. Из ближайших родственников осталась одна родная сестра. А она хочет оспорить завещание. Какие шансы у нее это сделать? Ну, в данной ситуации необходимо понимать. А для того, чтобы оспорить, какие-то основания для этого есть? Если говорить об обязательной доле, то у нас сестра является наследником второй очереди, они не подпадают под обязательную долю, если она не находилась у нее на ижидивении. Вот здесь может идти речь только в том случае, чтобы его оспорить. То есть если человека, допустим, там, я не знаю, обманули, если он с каким-то заболеванием страдал, которое не давало ему полностью осознавать то, что он там делал. Либо, допустим, это поддельное завещание. Поэтому здесь надо осознавать, с чем идти в суд-то. Если просто так сказать, я иду оспорить завещание, хочу, то, извините, меня для этого нужны основания. Причем основания, которые подтверждаются документально, а не просто словами. Поэтому в данной ситуации, говорить о каких-либо шансах до конца, наверное, я не могу, потому что я не знаю ни условий, скажем так, ни ситуации до конца. Но только могу единственное сказать, что для того, чтобы у вас это завещание именно оспорит, необходимо основания, которые будут подтверждаться. Если мы речь ведем о каких-либо исправлениях в завещании, каких-то описках, то это не является основанием для признания завещания действительного. Это должно быть действительно серьезное основание. Ирина Николаевна, а когда вот к вам приходит написать завещание, вы же смотрите на человека, да, понятно, здоров ли он или нет? Вы же можете отказать. Нотариус не только смотрит, скажем так, нотариус еще и разговаривает с человеком для того, чтобы выяснить дееспособность. То как человек ориентируется во времени, как он себя осознает в этом времени. То есть он рассказывает, с кем он живет, какие там ситуации его спрашивают. И, ходя из этого, нотариус принимает решение. То есть о заболеваниях спрашивает в том числе. Представьте себе ситуацию. У нас ведь есть, скажем так, защита, помощь психиатрической. Приходит гражданин и говорит, вы знаете, я стою на учете в психобольнице, но я никогда не признавался недееспособным. Я хочу сделать завещание. И у нотариуса основания для отказа в данной ситуации нет. Потому что того, что человек стоит на учете в психобольнице, не говорит о том, что он недееспособен. Поэтому в такой ситуации нотариус обычно требует что? Чтобы разъяснить гражданину, чтобы в дальнейшем его завещание не было оспорено, можно обратиться, скажем так, получить заключение, что именно на день составления завещания, в этот день, он, скажем так, находит в нормальном состоянии. Потому что там забивания разные бывают, может, не врачи. Поэтому в любом случае, если человек на нотариус, понимая, что человек в данной ситуации адекватен, отвечает на вопрос, естественно, оформит завещание. А в дальнейшем случае спор там уже решает судебно-медицинская экспертиза. Спасибо. Ну, а спорить завещание можно только после смерти человека, естественно. При жизни, конечно, это сделать невозможно, потому что о составе завещания можно не узнать. 202.11.22 Я вам работаю в прямом эфире, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что вы можете задать вопрос Ирины Николаевны Богатыревой, нотариус города Самары, отвечает на вопросы, касаемые завещания, брачного договора, наследства. Вот если у вас есть такие вопросы, то, пожалуйста, дозванивайтесь к нам в прямой эфир и вопросы задавайте. Следующий вопрос. Умер отец, проживал отдельно, с официальной женой. Мы с ним не общались около 10 лет. Сейчас жена его собирается продавать все имущество без моего на то согласия. Какое вообще имеется имущество, я понятия не имею, вроде есть дача, точно есть комната и машина. Как мне выяснить, что действительно принадлежало отцу, в какие органы обратиться, комната и дача были приобретены до вступления в брак, но, возможно, это имущество переписано жену, в комнате был прописан только он. Имели я вообще на что-то право? Если имею, то в каких долях? Очень буду благодарна за ваш ответ. Но дочь, видимо, спрашивает. Давайте начнем по порядку. Для того, чтобы узнать, скажем так, какое имущество осталось после смерти наследодателя, необходимо, прежде всего, обратиться в материальную контору и открыть наследственное дело. Тогда в рамках наследственного дела нотариус может сделать какие-либо запросы. Какие документы сразу, Николай, нужно взять с собой? Для того, чтобы обратиться, нужно взять свидетельство о смерти с собой обязательно, свидетельство о рождении, справку с места жительства, где был зарегистрирован умерший. Но это можно принести потом и позже. Самое главное, желательно при себе иметь свидетельство о смерти и свидетельство о рождении, о браке. Сразу, если этих документов нет? Да, объясняю, почему. Если документов нет, нотариус тоже наследственное дело заведет. Но не имея, скажем так, свидетельства о смерти, нотариус не может попросить сведения о завещании. Потом, может быть, неправильно указана дата. Это потом в дальнейшем вызовет какие-то спорные вопросы для получения информации. Поэтому мы всегда говорим, что при себе иметь желательно свидетельство о смерти, документ, подтверждающий родство. То есть для дочери свидетельство о рождении, если меняли фамилию, то, соответственно, свидетельство о браке. Поэтому обратиться можно в любую нотариальную контору города Самары. Если дело уже было открыто ранее, у какого нотариуса, нотариус проверит, к кому обратились, и скажет, а кому обратиться. Если дело не открывалось до этого еще, то нотариус открывает наследственное дело, и в рамках этого дела, это дело уже делает запросы. То есть делается запрос о правах наследодателя. То есть тогда нотариус может узнать, какое имущество было зарегистрировано за наследодателем. То есть если это имущество было внесено в Росреестр за ним, то, естественно, эти сведения Наталья получит. Если это имущество, скажем так, было зарегистрировано за ним, но не прошло регистрацию в Росреестре, а осталось на уровне, допустим, технической инвентаризации, тогда придется наследнику самому туда обращаться уже, но со справкой от Натальи, что дело заведено, и получать информацию там. Если, скажем так, имущество было уже это подарено, оно, естественно, не входит в состав наследства. То есть, соответственно, этого имущества мы уже не увидим. Есть еще другая ситуация. Так как он был в браке, и мы не знаем, приобретали ли они в браке какое-либо имущество. Если они в браке приобретали с женой какое-то другое недвижимое имущество, автомобиль, и это имущество оформлено на супруге, то, соответственно, об этом информации нотариус узнать уже не сможет. Почему? Так как в отношении живого человека нотариус запроса в данной ситуации сделать не сможет. Но здесь, скажем так, нотариус может вызвать супругу, объяснить, скажем так, ей, что обратилась там дочь. И в данной ситуации также возникает наследство. Доля должна выделяться уже из имущества, которое оформлено на супругу. Если, скажем так, они приобретали на совместные средства в период брака, и также это входит в состав наследства. Но здесь, может быть, даже обращение в суд потребуется, если супруга откажется что-либо, скажем так, подъявлять и говорить, какое имущество у них было. То есть она не вправе не выдать свидетельство о смерти? То есть обязана предоставить? Здесь нет, я говорю не про свидетельство о смерти, я говорю про документы на имущество, которые оформлены на ее имя. Получить свидетельство о смерти никаких проблем для дочери не существует. Можно пойти обратиться в органы ЗАГСа, предъявить документы, подтверждающие родство, и получить свидетельство о смерти повторно. Оно такое же действительно, так как как-то записи одна, она не меняется. Вот таким образом необходимо действовать для начала. То есть необходимо обратиться в любую нотариальную контору, проверить, заводилось ли дело, если нет, то завести дело, и в рамках этого дела делать различные запросы. Если, скажем так, уже имущество какое-то есть, нотариус выяснил, то здесь, опять же, мы с вами к чему возвращаемся? Если мы говорим о той комнате, там, о земельном участке, о котором дочь говорила, которое было до брака приобретено, это имущество будет делиться в равных долях между ними, если не было завещания, естественно. Если это имущество приобреталось в период брака, то это какое-то другое имущество. Соответственно, будет жене выделяться одна-вторая как пережившие супруги, а одна-вторая будет делиться в равных долях между супругой и дочерью. Но, опять же, обращаю внимание, если только он не составил завещание на свою новую супругу. Понятно. Спасибо большое, ответ понятен. Ну, а если вопросы есть у вас, уважаемые телезрители, то я призываю вас дозваниваться. 202-11-22, телефон в студии работает. Это программа «Территория права». Подозванивайтесь и задавайте, пожалуйста, вопросы свои. Следующий вопрос. Умер дедушка, было два сына, которые умерли еще раньше. А у одного сына двое детей. У другого моего отца я единственная дочь. Другие наследники мне говорят, что квартиру дедушки делится на троих. Но вот разве не должна получить большую долю, чем другие внуки? В данной ситуации ее родственники неправы, так как наследники, в первую очередь, это дети. Если бы они были, они наследовали бы каждую по одной, второй. Внуки у нас наследуют в том случае, если нет живых их родителей. Это называется правопредставление. То есть внуки являются наследниками по закону, в первую очередь, по правопредставления. То есть что такое правопредставление? Они замещают своих родителей. Соответственно, если было двое детей, то каждому по одной, второй доле. Значит, ей достается одна, вторая доля после ее отца. А вторая, одна, вторая доля другого сына достается всем его детям. Поэтому независимо от того, сколько было детей у второго сына, они наследуют долю своего умершего отца, одну, вторую. Но наследуют все в равных долях? В равных долях вы о ком говорите? О наследниках тех, которые на долю второго сына наследуют? Вот если внуки, допустим, наследуют, они же долю за своих родителей. Конечно. Вот мы с вами говорим, у нас есть два сына. У одного сына была одна дочь, у второго сына там двое детей. Соответственно, мы с вами имущество делим каждую пополам. Одну вторую наследует дочка, а одну вторую другого сына наследуют его дети в равных долях. Но именно долю, которой полагалось бы их отцу. Да. Спасибо большое. Следующий вопрос. После смерти родителей наследник только я их сын. Отец у нас умер три года назад, а мать в декабре девятого года. Когда пошел к нотариусу, мне сказали, что прописан по другому адресу, поэтому пропустила шесть месяцев и не могу взять. Не могут взять у меня заявление на наследство. А я думаю, что оформлять наследство нужно после шести месяцев, вот опять заблуждение. Подскажите, что мне делать в этой ситуации? Ну, законный срок определен. Действительно, это шесть месяцев для вступления в наследство. Есть такое понятие, как фактическое принятие наследства. То есть, если, допустим, он был зарегистрирован вместе с матерью по одному адресу, то, скажем так, на него срок это не встранялся. В данной ситуации ему необходимо обратиться в суд и судом установить факт принятия наследства. То есть, так как он, я так понимаю, наверное, этим имуществом пользовался, то есть это доказывается каким образом? Оплату коммунальных платежей, оплату каких-то там долгов, то есть уход за этим имуществом. Он в суде предъявляет документы, и судом устанавливает факт принятия наследства. И дальше идет нотариальную контору. И даже если человек был прописан по другому адресу, но пользовался этим имуществом? Если он пользовался, если он какие-то действия совершил по принятию, то есть, допустим, есть, допустим, та же квартира, вот она стоит пять лет, за нее же надо платить коммунальные услуги, правильно? Конечно, соответственно, он не мог их не платить, он их оплачивал. То, что он действие совершил по оплате коммунальных платежей, подтверждает то, что наследство он принял. Он зашел в эту квартиру, он взял эти квитанции, он оплачивал их регулярно, каждый год. Это подтверждает как раз факт принятия наследства. Вот, кстати... То есть, нотариус не может эти документы в данной ситуации принять. Почему? Потому что нотариус работает в бесспорной сфере. Мы же не знаем, сколько там наследников. Вот он говорит, что он один. А если наследники еще были или еще что-то, это надо все не выяснять. Поэтому ему придется обращаться в суд. Спасибо большое. Следующий вопрос. Трое детей после умершей нашей матери. У матери есть сестра. Могу ли я отказаться от своей части наследства в пользу своей тети? Отказаться от наследства можно в течение шести месяцев. Отказаться можно от наследства в пользу любой очереди наследника по закону. Да, это, скажем так, допустимо. Вот, единственное, необходимо только знать, что отказ, опять же, только в течение срока для принятия наследства, это шесть месяцев. Если человек откажется от наследства, то потом передумать он уже не сможет. Соответственно, его отказ пойдет в наследственное дело и будет тетя наследовать его долю. И необходимо еще, как бы, знать и понимать, как иногда наследники приходят и говорят, я хочу вступить в наследство, там, допустим, на квартиру, машина мне не нужна, дача мне не нужна, хочу квартиру. То есть здесь называется такое понятие, при наследстве есть универсальное право преемства. То есть если принимают наследство, принимают наследство, все. Если отказывается, отказывается от всего, что полагалось бы по закону, ну, или по завещанию. В данном случае мы говорим по наследству, по закону. Поэтому если, скажем так, человек решил отказаться, да, отказаться она может, пользует тетя от своей доли, но это будет все, что полагалось как бы ей. То есть все отойдет как раз от ее тети. Спасибо, Рина Николаевна. Следующий вопрос. Ответьте, пожалуйста. Умер отец и остался сын 15 лет. И мать отца кому перейдет наследство? Если не было завещания, наследниками в равных долях будут являться его 15-летний сын и его мать. Если было завещание, то наследникам будет завещание. Тогда здесь будет уже сын, так как он несовершеннолетний, иметь право на обязательную долю. То есть мы говорим о законе, то наследниками по закону, наследники в первую очередь, дети, супруги, родители. Здесь остался 15-летний сын и мама, поэтому это они наследники в равных долях. Ирина Николаевна, а как оформляется наследство на несовершеннолетних детей? Каким образом они могут распоряжаться той же машиной или той же долей квартиры? Если ребенок до 14 лет, его представляют законные представители обязательно. То есть это либо родители, либо опекунные. Если ребенок достиг 14-летнего возраста, он действует самостоятельно, но согласие, опять же, законных представителей родителей, либо опекунов. Любое распоряжение имуществом в данной ситуации может быть только согласие органов опеки. То есть если, допустим, ребенок, который достиг 15 лет, 16, имеет паспорт и захотел что-либо продать, он может действовать только согласие законных представителей и согласие органов опеки. То есть без согласия органов опеки распоряжаться имуществом до 18 лет как бы нельзя. А кто может быть законным представителем? Вот даже если предыдущий вопрос рассмотреть, бабушка может быть законным представителем? Ну, для кого она назначена, это уже администрация. То есть если бабушка в силу своего здоровья, состояния, скажем так, здоровья, конечно, могут подначить. Но это родственники или это могут быть посторонние люди законно представить? В данной ситуации предпочтение отдаётся, естественно, родственникам. Если нет мамы и папы, но бывают же разные, там сейчас у нас бывают и приёмные семьи, и там прочее, прочее. Вот потом сейчас же у нас есть, скажем так, такое ещё, если родители, там бывает одна мама одинокая, либо папа одинокий, и они знают, что им осталось там недолго жить, то они могут обратиться в органы опеки и там написать заявление, пожелание, кого бы они хотели видеть, законным представителем своего ребёнка. Такое тоже. Спасибо. А кто-то в органах опеки, то есть это не понятно. Да. 202.11.22. Это программа «Территория права». Мы принимаем ваши вопросы, ваши звонки по телефону студии 202.11.22 и рассматриваем все нотариальные вопросы. Ирина Николаевна Богатырева сегодня в студии и отвечает на вопросы. Дозванивайтесь, уважаемые телезрители. Следующий вопрос. Являюсь собственником земельного участка и дома в области. Хочу продать этот дом. Покупатели и родственники хотят купить его за материнский капитал. Их ребёнку два года. Вот возможно ли это, если ребёнку два года? И законно ли это? Спасибо. Ну, прежде всего, необходимо обратиться к закону, к порядку, скажем так, оформления, когда привлекаются средства материнского капитала. Если речь не идёт о кредите, о каком-либо, то в данной ситуации оформить такую сделку будет нельзя. Необходимо, чтобы ребёнок второй достиг трёхлетнего возраста. Если ребёнка два года, то эта сделка, скажем так, не будет совершена. Это первое. Второе. Он говорит здесь о вопросе о близких родственниках. В законе 37 статья АГК нам говорит о том, что сделки между близкими родственниками и несовершеннолетними невозможны. Поэтому если здесь близкие родственники, это родные, там, брат, дядя, тётя, то здесь сделка будет вообще как бы недействительна. Поэтому в данной ситуации... Что можно посоветовать? Необходимо, чтобы ребёнок достиг сначала возраста трёхлетнего, второй, а потом в дальнейшем оформляют каким образом? То есть если приобретают... Если, скажем так, земля с домом соответствует, пригодна для проживания, соответственно, то оформляют, допустим, кого-то одного из родителей, а потом в дальнейшем этот родитель делает обязательство о том, что он оформит это имущество в долях на всех этих членов семьи, и потом уже делает соглашение о распределении долей. То есть таким образом. Спасибо. Следующий вопрос. Подскажите, необходимо ли для оформления наследства оценивать автомобиль? Если я его продавать не собираюсь, для чего нужно оценивать авто? Если человек желает получить свидетельство о праве наследства, то любое наследуемое имущество необходимо оценивать. У нас для этого есть налоговый кодекс, где указано, каким образом производится оценка. То есть речь идёт не о продаже автомобиля, а если есть желание получить свидетельство о праве наследства, то необходимо предъявить документы, И, соответственно, оценку для того, чтобы была взыскана правильно государственная пошлина. Нотариус не может обойти налоговый кодекс, там все как бы указано, кто совершает оценку, кто может делать оценку на транспортное средство. И в дальнейшем эта сумма используется для начисления государственной пошлины, для исчисления. Но я так понимаю, что речь идет не только об автомобиле, нужно оценивать квартиру и дачу и так далее. Каким образом это сделать, Ирина Николаевна? Вы подсказываете, куда обратиться? Нет, если речь идет о недвижимом имуществе, это все очень просто в настоящее время. Нотариус заказывает кадастровую оценку, и никуда обращаться здесь не следует. Единственное, бывают ситуации, когда кадастровая оценка, допустим, наследник считает, что она завышена. Тогда можно обратиться в любую независимую оценочную компанию и сделать рыночную оценку. То есть, пожалуйста. Если речь идет о транспорте, то тоже так же у нас есть независимые экспертные оценочные организации, которые оценивают и права, и обязанности, и оценивают транспортные средства. Но здесь уже с одним наследником приходится обращаться. Нотариус как бы не вправе этого делать. А если речь идет о недвижимом имуществе, то легко и просто кадастровую оценку мы получаем, и все оформляем. Елена Николаевна, напомните, пожалуйста, еще и о тех документах, которые запрашивает и делает сам нотариус, когда возникает наследство. Но вот возникло наследство, есть или нет завещания, люди приходят, обращаются. О наличии завещания нотариус сразу запрашивает в день открытия наследства. То есть при открытии наследства в этот день нотариус, то есть первое, что делает нотариус, открывает наследственное дело, вносит его в единую систему, у нас есть такая единая система нотариатор. Наследственное дело там регистрируется. Если наследственное дело было открыто где-то раньше, нотариус это сразу из базы видит, направляет наследника к тому нотариусу, где был открыт наследственное дело. То есть такое тоже может случиться, что раньше обращались к другому нотариусу? Кто-то забывает, допустим, что обращались, кто-то, допустим, наследники живут в разных районах города, не дружат между собой, и кто первый обратился, там дело и открыли. Ирина Николаевна, сразу небольшой вопрос, а что такое вообще наследственное дело? Это вы вносите данные у наследодателя? Данные о наследодателях, данные о наследниках, данные потом в дальнейшем уже имущества и прочее. То есть наследственное дело, когда открывается, то, естественно, в единую базу вносится что? Фамилия и имущества наследодателя, дата его рождения, дата его последнего места проживания, дата его смерти, для того, чтобы потом можно было его идентифицировать с другими наследодателями, правильно? Далее, после открытия наследственного дела, нотариус обязательно в этот же день делает запрос, опять же, в единую базу нотариата о наличии завещания. Если, скажем так, нотариусу не предъявили завещание, то нотариус проверяет по этой базе. Если есть, скажем так, ну, бывает там прям идеальное совпадение, дата рождения, все совпадает. Вот, кстати, да, я только сейчас определил вопрос. Такое тоже бывает? Такое бывает. Нотариус, естественно, ну, бывают наследники, у нас тоже разные люди, а то разные приходят. Кто-то скрывает, что было завещание, кто-то не хочет говорить. Вот, но нотариус делает запрос. Если, скажем так, какие-то сомнения есть, там, тем более, что база последние, скажем так, лета, она совершенно там с указанием даты рождения и все прочего, то, скажем так, сведения о более ранних завещаниях, там, допустим, может быть, не будет указана дата рождения. Тогда нотариус запрашивает нотариуса дополнительные сведения. Вот, далее нотариус делает запрос, если это необходимо, о правах наследодателя в Росреест. Это для того, чтобы наследники не знают, какое имущество есть за наследодателем. Для этого делается запрос тогда в Росреест. Нотариус запрашивает о правах. Далее, если нотариусу предъявили документы, допустим, на имущество все, нотариус делает запрос о кадастровой стоимости этого имущества. Но бывает ситуация, когда у наследников документы отсутствуют по какой-либо причине. Ну, бывает, там, потеряли, еще что-то такое. И здесь тоже бывают разные ситуации. То есть если право было зарегистрировано в Росреестре, нотариус может самостоятельно запросить копию этих документов. Если нотариус, скажем так, получил эти документы, то все прекрасно. Но бывает, когда право не было зарегистрировано. Тогда здесь уже возникает вопрос, какие это документы. Там, допустим, возможно получить дубликаты. Если раньше выдавалось свидетельство о праве наследства, необходимо обращаться в нотариальную контору, где раньше оформляли наследство. Либо покупали, допустим, там квартиру. Получается дубликат договор купли-продажи, либо свидетельство о праве наследства. Поэтому нотариусы там принимают уже дубликат, который был выдан другим нотариусом. Ну, когда нотариус делает запросы в банк, в сберегательный банк сделать запросы проще, мы делаем их по, скажем так, электронному запросу. Если это другие банки, то наследники нам называют, в какие банки необходимо сделать запросы, и мы делаем в эти банки запросы. Единственное, некоторые наследники... Ну, я понимаю, почему информация как бы идет, мы же тоже не полностью владеем информацией. Всем кажется, что нотариус может сделать запросы электронную в любой банк, и все. И это молниеносно происходит. Да, да, что это единая база, и все правильно. Такого, к сожалению, нет. Поэтому у нас онлайн общение только с Бирбанком России. Но во все остальные банки нотариус делает запросы по желанию наследников. То есть если наследники просят, указывают название банка, нотариус делает запросы. То же самое по акциям. Если акции есть, предъявляют акции, то нотариус делает запрос, скажем так, уже на имеющиеся акции. Если акции отсутствуют, но говорят, вы знаете, у нас есть сведения, что у него были акции такого предприятия, тогда нотариус делает запросы сам самостоятельно к рискодержателю. Также получает информацию, предъявляет эту информацию наследникам, они эти акции оценивают, и все это поступает в наследственное дело. Ирина Николаевна, а вот просто любопытно, а сколько занимает по времени занятие одним наследственным делом? Ну, наследственное дело бывает тоже разное. Ну, среднее. Так трудно сказать, но вот, допустим, давайте с вами возьмем самую легкую ситуацию, да? Вот наследственное дело, один наследник, запрос в банк. Обратился наследник, он подготовил заявление, нотариус его подготовил. Он это заявление, скажем так, записывает в одну книгу. В рукой записывает. Да, да, то есть у нас, независимо от того, что у нас есть электронный реестр, есть еще, скажем так, эти книги бумажные, они никуда не делись. То есть ведется книга «Учет наследственных дел», есть алфавитная книга, это следующая книга. После этого заносится в электронный реестр это дело. После этого делается запрос о наличии брачного договора, о наличии завещания. Это только при одном наследодателе, при одном имуществе. После этого делается запрос в Сбербанк. Ну, посчитайте, сколько минут, 40 на одно дело, тогда оно у нас и ушло. А если мы с вами делаем запрос, то необходимо его зарегистрировать, получить номер исходящий. То есть это надо необходимо внести, этот запрос в книгу исходящих документов. Поэтому достаточно, как бы странно не видно этой работы, но на самом деле она отнимает достаточно много времени. Еще следует сказать, что она еще очень кропотливая. Последний вопрос успею задать. Одна минута. Отец собственной квартиры с 2009 года в этом же году оформил на сына Дарственную. Оформили у нотариуса. А с течением времени Дарственна утеряны. Нотариус, оформлявший, не работает. Вот где можно найти, взять дубликат, документ или необходимо все оформлять по новой? Нет, если бы был договор дарения, по новой ничего оформлять не нужно. Необходимо обратиться в Нотариальную палату. Назвать на фамилии нотариуса, кто оформлял договор дарения, ему скажут, у кого хранится архив. И он обратится и получит дубликат. Да, никаких проблем нет. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Время наше подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, вы, уважаемые телезрители, услышали ответы на свои вопросы. Ну и следите, конечно, за анонсами программы «Территория права». Увидимся. Спасибо, всего хорошего. И будьте здоровы. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok